Добрый день, меня зовут Юлия, и это проект «Читай быстро», в рамках которого мы пытаемся понять, что же такое быстрое и осознанное чтение. Сегодня предлагаю вам рассмотреть книгу Джен Сен-Сера «Миссы. Путь уверен в своих силах и не позволяй сомнениям мешать тебе двигаться вперед». У нас на канале есть еще один обзор на книгу данного автора, книга «Ной», которая является продолжением представленного бестселлера и рассказывает о том, как поменять свое мышление и привлечь в свою жизнь денежные потоки. Данная же книга говорит о том, как поменять свое мышление, стать более уверенным в себе и скорее, быстрее принимать верные решения, которые действительно позитивно будут влиять на вашу жизнь. Я предлагаю вам сейчас разобрать 10 основных мыслей, которые возникли после прочтения, во время прочтения данной книги, и 3 задачи, которые я планирую выполнить в ближайшее время после ознакомления с ней. Итак, первое. Мы жертвы собственных правил. Вот каков механизм. У каждого из нас людей имеется сознание и подсознание. Однако большинство осознает только свое сознание, поскольку именно с его помощью мы перерабатываем поступающую информацию. Подсознание же не аналитическая часть мозга, которая полностью развита уже в тот момент, когда мы приходим в этот мир. К нему имеет отношение все, что касается чувств, инстинктов и закатывания бронзительных истерик, например, у малышей. Кроме того, подсознание – это хранилище, в котором мы складываем всю полученную информацию. Подсознание верит всему, поскольку у него нет никаких фильтров. Оно не ведает разницы между истинным и ложным. Если родители говорят нам, что никто в нашей семье не умеет зарабатывать деньги, мы им верим. Подсознание содержит генеральный план нашей жизни. Оно ставит свое шоу, опираясь на неотфильтрованную информацию, которую собирала все время, пока мы были детьми. Как правило, мы не осознаем эти подсознательные механизмы, управляющие нашей жизнью. Когда наш разум наконец развивается и становится готовым к работе, его все равно контролируют определенные убеждения, которые мы носим в нашем подсознании. Наше сознание думает, что оно все контролирует, но это не так. Наше подсознание вообще ни о чем не думает, зато все контролирует. Вот почему столь многие бредут по жизни, спотыкаясь и делая все, что считает нужным их сознание. При этом они не в силах понять, какая же действительно штука жизнь и какой механизм управляет их сознанием, их жизнью. И на самом деле они не понимают, что же им мешает создать ту превосходную жизнь, которую они хотят. Первое, что необходимо для избавления от ограничивающих убеждений, осознать их. Не пожалейте времени, чтобы взглянуть на нешибко впечатляющие области своей жизни и подумать об убеждениях, которые могли бы их создать. Поняв, что на самом деле происходит, вы сможете на самом деле вытаскивать из шкафов свои скелеты, своих ограничивающих убеждений и делать это с легкостью. Таким образом, вы можете освободить жизненное пространство, в которое можно будет пригласить новые, свежие, восхитительные убеждения и переживания. Многие психологи, многие врачи понимают, как устроен мозг и знают о существовании так называемых нейронных связей. Это те штуки, которые помогают нам действовать привычным для нас образом. Так вот, сложенные нейронные связи еще в детстве действительно очень сложно менять, но необходимо, потому что если вы ничего не меняете, не меняете свои установки, не меняете свои убеждения и собственные правила, которыми вы живете, на самом деле в вашей жизни, соответственно, ничего не поменяется. Если же вы хотите стать более уверенными, более совершенными, меняться и развиваться, необходимо менять свои убеждения и постоянно их пересматривать. И очень важно на начальном этапе своего самосовершенствования понимать, какие механизмы управляют процессом саморазвития. Итак, следующее. Будьте в настоящем моменте. Мы живем на бесконечно прекрасной планете. Неким неведомым образом она понимает, как ей вращаться вокруг своей оси, следовать четко определенным маршрутам сквозь океан бескрайнего космоса. Наши сердца бьются. Мы способны видеть мир. У нас есть любовь, смех, гостиницы, компьютеры, сострадание, машины, огонь, цветы, музыка, медицина, все что угодно. Мы живем в беспредельной вселенной, по завязку наполненной чудесами. И вселенная так любит нас и так отчаянно хочет, чтобы мы вкусили чудес, что порой посылает нам небольшие намеки. Все, что мы так хотим создать, кем мы так стремимся стать, уже присутствует в этом мире. Прямо сейчас деньги, которые вам нужны, уже существуют. Человек, с которым вы хотите построить отношения, уже живет. Опыт, который вы стремитесь получить, уже доступен вам в эту самую минуту. Дело не в том, что вещи и возможности, о которых вы мечтаете, еще не существует. Дело в том, что мы пока не осознаем факты их существования или факт того, что можем их иметь. Чем больше времени вы станете проводить в текущем моменте, тем богаче станет ваша жизнь. Все эти классные вещи, чудесные переживания, захватывающие события, уже здесь, рядом с вами. Они терпеливо ждут, пока вы подключитесь к ним. Единственное, что нужно сделать, это на самом деле притормозить и впустить их в себя, остановиться в настоящем моменте. Следующая мысль. Любите себя. Мы словно рождаемся с огромным, огромным мешком денег. Более чем достаточно, чтобы финансировать любую мечту. Но вместо того, чтобы следовать своему сердцу, строим жизнь так, как следовало бы по мнению других. Одни тратят его на убеждение, что слишком стары, чтобы ходить по клубам, в то время как больше всего на свете обожают на самом деле эти занятия. Другие разменивают его на внешнюю неприступность и самоуверенность, в то время, когда на самом деле все, что они хотят, это любовь и дружеское тепло. Третьи стыдятся собственной ориентации. Пока мы продолжаем верить в то, что никак не соотносится с нами, наше внутреннее богатство тает впустую. И лишь после воссоединения со своей настоящей сущностью мы начинаем жить разнообразной, полной и подлинной жизнью. И хотя способом, который мы откладываем и обкрадываем сами себя, нет числа, без сомнения, самый разрушительный – это инвестиция своего прирожденного богатства в убеждение, что мы недостаточно хороши. Мы приходим в этот мир маленькими комочками радости, а потом старательно учимся не любить себя. Вам не кажется это дико нелепым? Любовь к себе – это простейшая и самая мощная штука на свете. Идет коту под хвост, когда мы начинаем впитывать внешнюю информацию. Я имею в виду нечиславие или нарциссизм, поскольку эти качества тоже порождают страх и отсутствие любви к себе. Я говорю о тесном контакте с нашими высшими «Я» и о несокрушимой способности принимать низкое в себе. Я говорю о любви к себе достаточной для того, чтобы освободиться от обиды, самокритики, чувства вины и принять сострадание, радость и благодарность. Взгляните на свою жизнь и разберитесь, в чем вы себя опускаете. Если вы из тех людей, которые на первое место ставят потребности других, начните ставить на первое место собственные. Тот, кто привык видеть в тебе личного помощника, по-прежнему будет любить тебя, даже если ты перестанешь прибегать по его первому зову. Наймите уборщицу. Заставьте детей чистить кошачий туалет. Откройте счет в банке. Это не сделает из вас эгоиста. Вы просто станете счастливее. Заботиться о себе так, словно вы самый потрясающий из всех ваших знакомых. Мы настолько привыкли думать о себе плохо, что просто не можем по-другому. Мы можем сознательно изменить шаблоны и свою модель поведения. Осознание – это очень важно. И очень важно делиться своими дарами. Осознание своей уникальности, своей уникальной цели – есть та граница между счастливой полной жизнью, со свободой выбора и прожебанием в тесном телячьем загончике собственной нерешительности и затертых отговорок. Все люди рождаются с уникальными ценными дарами, которыми стоит делиться с миром. Как только мы выясним, каковы они, и решим жить, находя им применение, тогда и только тогда у нас начнется настоящая жизнь. Жить целенаправленной жизнью может каждый. Но сначала нужно обрести ясность. Вместо того, чтобы тратить часы, дни и годы на попытки выяснить, каким должен быть твой следующий идеальный шаг, сделай уже хоть что-нибудь. Все время, которое мы растратили, обкатывая идеи в голове, воображая, что если, придумывая идеальное оправдание «почему», а потом идеальные причины «почему нет», грозя ногти, заставляя друзей и родственников тщательно проверять номер звонящего на случай, если это снова мы, желающие в сотый раз обговорить какие-то мысли. Заканчивать думать и приступать к действиям. Ты не обязан точно знать, куда они заведут. Просто нужно начать с одного шага, который кажется правильным. Ответы кроются в действиях, а не в размышлениях. Какой бы растерянности вы ни находились, не пропускайте внезапно подвернувшиеся предложения и возможности. Обращайте внимание на свои ощущения. Есть ли что-то, что хотелось бы попробовать? Возможно, дело, о котором всегда мечтали. Кто-нибудь в разговоре упоминал курсы преподавателя или книгу, которая теперь никак не выходит из головы. Сделайте первый шаг навстречу тому, что кажется правильным. Поверьте, куда это вас приведет. Сделайте это прямо сейчас. После первого шага, конечно, никто не оказывается сразу в ситуации своей мечты. Но, возможно, вы будете на чуточку, на шажочек, на ступеньку ближе к ней. Приятно или не очень. Никуда бы не завел вас первый шаг. Если хотите продолжать двигаться вперед, цените свое настоящее, вместо того, чтобы стыдиться, дуться или проявлять нетерпение. Все, что вы делаете в пути, приближает вас к месту назначения. Следующая мысль – мыслите позитивно. Мысли – это самые могущественные инструменты, которые имеются в нашем распоряжении. Вот почему позитивное мышление – это так круто. А негативное подсознательное убеждение – полный отстой. Вот почему медитация, умение управлять своими мыслями и любовь к себе, могут изменить вашу жизнь. Именно с помощью мыслей мы создаем свою реальность. Поэтому вестись на любую иллюзию, в которой вы живете в настоящий момент, значит действительно сильно продешевить. Вы создали сами реальность, в которой сейчас существуете, своими мыслями. А значит, та же сила мысли может ее изменить. Ваши мысли определяют вашу реальность. Так что если вы хотите ее изменить, придется изменить и убеждения. Проблема в том, что большинство с жаром защищает свои убеждения. И, как правило, приходят в раздражение. Стоит только зайкнуться о том, что существует другая версия. В тот момент, когда вы набираетесь смелости поверить в то, чего еще нет, ваша реальность начинает меняться. Важно понимать, что сначала нужно изменить свое мышление, а потом появятся доказательства. Огромная ошибка заключается в том, что мы поступаем ровно наоборот. Требуем, чтобы нам предъявили доказательства, прежде чем поверим, что это правда. Помните, все, чего вы желаете, уже есть. Здесь и сейчас. Просто нужно изменить свое восприятие, чтобы это увидеть. Вы должны быть в состоянии справиться со своими мыслями, если хотите изменить жизнь. Когда чего-то отчаянно хочешь, даже если нет никаких доказательств, что сможешь этого добиться, все равно верь в это. Притворяйся до тех пор, пока не добьешься исполнения желания. Делай это вопреки самому себе. Следующее. Дари сам и позволяй дарить другим. Возможность поделиться чем-то с другими – это одно из величайших удовольствий. Кроме того, это один из самых бесстрашных и мощных поступков на свете. Когда мы верим, что живем в изобильной вселенной и позволяем себе свободно дарить, то повышаем свою чистоту, укрепляем веру и просто классно относимся сами же к себе, входя в поток и давая себе возможность принимать ответ на изобилие. Когда же мы полны страха, то цепляемся за то, что есть. Мы собираем крохи, энергии, боимся делиться и фокусируемся на том, чего хотим избежать – на недостаточности. Мы живем во вселенной дарения и принятия, вдоха и выдоха, жизни и смерти, отстоя и великолепия. Каждая сторона связана с другой и зависит от нее. У любого действия есть равное и противоположное противодействие. Чем больше вы даете, тем больше получаете. И наоборот. Если хотите привлечь в свою жизнь позитивные вещи и чувства, транслируйте позитив всем, кто вас окружает. Следующее. Простите своих обидчиков. Мы продлеваем несчастье, держась за скверные чувства, засловленная к свекровь или тещу, фантазируя о том, как опозорим некомпетентного начальника перед всем офисом, прикладывая вину на других людей, прокручивая в голове множество доводов за то, что наши враги неправы. И такое же множество за то, что правы мы. Мы снова и снова оживляем и переживаем свои худшие моменты, вместо того, чтобы отпустить их. Расковыриваем свои эмоциональные раны и отказываемся позволить исцелению совершиться, а боли уменьшиться. И не успокаиваемся, пока не позаботимся о том, чтобы остальным было так же плохо. Мы цепляемся за обиды, которые занимают пространство души и мозга, изводят нас, злят, ввергают в уныние, часто приводят к физическим заболеваниям и даже могут убить. Что случилось, то случилось. Цепляние за прошлое ничего не изменит, но будет поддерживать негативные чувства, удерживать вас пленником вашей же боли и понижать вашу чистоту. В тот момент, когда вы решаете простить и позволить негативным чувствам растаять, вы ступаете на дорогу к свободе. Простить значит всего лишь позаботиться о себе. Это значит поставить свое желание хорошо себя чувствовать выше, желание быть правым. Это значит принять ответственность за собственное счастье вместо того, чтобы делать вид, что оно в чьих-то руках. Значит признать свою силу, попрощавшись с гневом, обидой и болью. Держаться за обиды все равно, что принимать яд и ждать, пока умрут твои враги. Прощание – это не любезность по отношению к кому-то, это любезность по отношению к себе. Когда кто-то совершает ужасный поступок по отношению к вам, выведите этого человека из уравления, то есть максимально игнорируйте его, выведите его из вашей жизни, чтобы вы могли открыться для более приятной продуктивной реакции. В любом случае дело не в нем, дело в вас. И если сосредоточиться на обиде, сердиться на кого-то, то на самом деле сложно принимать хорошие, приятные эмоции в вашей жизни. Очень важно понимать, что когда вы прощаете кого-то, вы делаете одолжение в первую очередь себе. Иногда дорога к свободе лежит через решение, что вы предпочитаете быть счастливым, а не правым. Следующее. Перестаньте врать себе. Ох уж эти драмы, которые мы создаем сами себе. Мы настолько глубоко погрязли в своих легендах, что у нас нет денег, мы недостаточно хороши, не можем бросить свою работу, ленивы. Мы говорим себе, что мы ужасно выглядим, тащимся по жизни с опущенными головами, цепляясь за свои ложные убеждения, как за спасательные шлюпки. И не даем себе увидеть бесконечное море возможностей, которое окружает нас в каждый отдельно взятый момент. Что ожидаешь, то и получаешь. Все, что от нас требуется, это сделать выбор, освободиться от всего, к чему мы так привязаны, что явно не идет нам на пользу, и начать строить реальность, которая желанна. Жизнь – это иллюзия, созданная твоим восприятием. Изменить ее можно ровно в тот момент, когда ты решишь ее изменить. Наш опыт на этой планете определяется тем, как мы воспринимаем свою реальность. Прежде чем освободиться от своих легенд, досконально разберитесь, что они собой представляют. Прислушайтесь к тому, что они говорят, что вы думаете о них, и начинайте ловить себя с подичным на собственной лжи. Мы так привыкли к собственным заезженным пластинкам, так срослись с ними, что даже не замечаем, насколько они нереальны. И реально сражаемся, чтобы поддерживать их неистину. Хороший способ поймать себя на легенде – посмотреть на провисающие области своей жизни. Если ты постоянно злишься, возможно, твоя легенда называется «Никто меня не понимает». Если у тебя постоянно лишний вес, работает легенда, я не способна к самодисциплине. Если тебя не приглашают на праздники твои родные, разворачивается легенда «Никто не обращает на меня внимания». Начни обращать внимание на следующее. Каковы твои любимые легенды для саботажа собственного движения вперед? Какие мысли и высказывания превалируют? Лови себя за руку, когда она будет тянуться к старым заезженным пластинкам. Исправляй свои легенды и строй жизнь, о которой мечтаешь. Сами того не сознавая, мы ценим плюшки, получаемые от своих легенд, больше, чем возможность наконец-то обрести то, чего мы так хотим. Потому что легенды – это знакомая территория, на которой уютно, и мы боимся от нее отказаться. Если мы с самого детства депрессивные страдальцы, или жертвы, или еще кто угодно, то обманом заставляем себя поверить, что и во взрослой жизни остаемся такими же и будем продолжать получать свои награды. В детстве это был метод выживания, но теперь он перестал приносить пользу, так что нужно избавиться от него. Иначе вы так и будете грустно тащиться по вашей жизни. Не бойтесь. Бояться или не бояться – вот в чем вопрос. Это очень просто. Страх всегда будет существовать. Он является неотъемлемой частью нашей жизни. Но мы можем выбирать – поддаться или включить свет, заглушить его и пройти мимо. Мы превратили страх в привычку. Нас пичкают им досы, так как с ластями в детстве, а потом мы сами впитываем скверные новости из телевизора, ужасы из газет, насилие из книг, фильмов, видеоигр и того мусора, который под завязку наполняет нас страхом перед миром. Мы научены играть осторожно и не рисковать и предупреждать окружающих, чтобы они следовали нашему примеру. Это стало настолько общепринятым стилем поведения, что мы даже не осознаем, что делаем это. Страх живет в будущем. Чувство испуга реально, но сам страх выдуман, потому что всего этого еще не случилось. Смерти, банкротства, перелома ноги, забытой роли, громкого выговора за опоздание, отказа и так далее. У нас нет никакой гарантии, что то, чего мы боимся, когда-нибудь случится. А если случится, то тогда это уже будет реально страшно. Возьмем, к примеру, смерть. Насколько нам известно, мы покидаем свои тела и растворяемся в состоянии чистой любви, света, сверкающих блесток и прочего вечного блаженства. Мы можем быть так же уверены в этом, как и в любом ином будущем. Так к чему создавать драму? Единственное, что нужно, чтобы нейтрализовать страх, спокойно относиться к неведомому. С этим поможет вера. По сути, все сводится к выбору, с чем ты пойдешь по жизни. Твой страх больше, чем твоя вера в неведомое. Или твоя вера в неведомое больше, чем твой страх. По другую сторону твоего страха – твоя свобода. Перестаньте быть нерешительными. Нерешительность – это один из самых популярных трюков, чтобы оставаться в привычных границах, в своей зоне комфорта. Поэтому распространенная черта успешных людей – это умение принимать решения быстро, а менять их медленно. Под словом «быстро» я не подразумеваю, что нужно точно знать, что тебе делать в тот момент, когда появляется решение. Я имею в виду, что нужно сразу встречаться с этой штукой лицом к лицу и начинать прорабатывать процесс принятия решения, как бы это ни выглядело. Переспать с ним, составить список за и против, прочувствовать его и так далее. Если вы маятники, предпочитаете вообще избегать решений, полезно практиковаться на мелочах, чтобы нарастить мышцу принятия решений. Обедая в ресторанах, заставляйте делать вывод, выбрать себя меньше, чем за 30 секунд. Когда выбор сделан, вы уже не имеете права передумать или изменить заказ. Дайте себе 20 минут на поиск в интернете лучшего, не знаю, оборудования для кухни. Вышибите из себя привычку застывать точно онлайн на дороге при свете фар. Требуйте от себя быстрого и жесткого выбора. Если вы человек, которому необходимо действительно, как называется, переспать с мыслью и некоторое время ее обдумать, установите дедлайны. Не рискуйте оставлять вопрос открытым до тех пор, пока примете решение, ибо рискуете проснуться 40 лет спустя, когда возможность давно пролетела мимо. Обращайте внимание на то, сколько времени вам нужно, чтобы принять решение. Требуйте от себя уложиться в этот срок. Если вы склонны принимать мгновенные решения, тренируйтесь настраивать на свою волную интуицию и полностью доверять тому, что она говорит. Успокойтесь, вслушайтесь и вчувствуйтесь в ответ. И учитесь действовать согласно первому четкому импульсу. И кем бы вы ни были, пожалуйста, перестаньте говорить, что вы не умеете принимать решения. Сотрите фразу «я не знаю» из своего словаря. «Заменив на другую, я скоро пойму, что надо делать». Решите, став человеком, который быстро принимает правильные решения, и вы станете им. Итак, 10 мыслей главных при прочтении данной книги мы разобрали. Теперь представляю вам три задачи, которые я планирую выполнить в ближайшее время после прочтения, которые уже зафиксировала в своем букноте. В блокноте для осознанного чтения, в котором всегда фиксирую 10 главных мыслей после прочтения книги и три задачи, которые обязательно нужно выполнить для того, чтобы закрепить результат и реально для того, чтобы проработать качественную книгу. Итак, первое. Хочу выписать и работать со своими ограничивающими установками. Действительно проследить те вещи, которые с детства закладывались, и, возможно, даже пообщаться со своими знакомыми, узнать у них со стороны, как им виднее, какие фразы часто я повторяю, какие установки у меня есть. И обязательно с ними работать, убирать их, менять их. Следующее. Обязательно проявить каким-то образом любовь к себе. Не знаю, набрать, возможно, ванную, зажать свечи, послушать любимую музыку, скушать что-нибудь вкусненькое. Действительно, как можно чаще заботиться о себе, как о своем самым близком, знакомом, о человеке, который действительно для меня близок и дорог. И третье. Выписать свои дары, которыми я могла бы делиться с этим миром, чаще обращать на них внимание, чтобы действительно они могли приносить пользу окружающим меня, близким, в том числе людям. Итак, большое вам спасибо за то, что вы уделили время для просмотра. Прошу вас действительно уделить время, прочитать данную книгу. Уверена, что она будет полезна каждому из вас. Также, если вы хотите, не пропускайте новые выпуски и быть в курсе всех новинок, популярный бизнес, нонфикшн, литературы, подписывайтесь на наш канал, приобретайте букнот, блокнот для осознанного чтения, наши рабочие тетради. Можете ознакомиться с нашим проектом на сайте буква.инфо, и там же вы можете получить сертификат, подтверждающий скорость вашего чтения. Это абсолютно бесплатно. Подписывайтесь на наш инстаграм буква.инфо, и помните, что проект «Читая быстро» – наша цель больше начитанных и осознанных людей. Спасибо большое, что уделили время. Всем хорошего дня.